Покупатели недвижимости в Турции снова могут получать туристические ВНЖ, а в УАЭ арендодатели выходят на тропу войны с квартиросъемщиками. Во всем виноваты деньги. И что ждет рынок недвижимости Европы в ближайшие годы? Об этом и не только расскажем в новостях мира недвижимости и миграции Приан. С вами я, Ольга Логовская. Начнем, пожалуй. Покупатели недвижимости и покупая жилье подешевле. И есть туристический, получение которого возможно при покупке жилья за любую цену. Главная особенность ВНЖ Потапу – его обладатель, постоянно проживая в Турции, может претендовать на гражданство, но только через 5 лет. Уже не на основании инвестиций, а благодаря тому, что он долгое время жил в стране. Говоря объективно, такую схему мало кто использует и использовал. Ждать долго, еще языковой экзамен приходится сдавать. Уже если нужен паспорт, инвестиционная программа от 400 тысяч долларов тебе в помощь. Там подобных хлопот нет. Ну а главная проблема с туристическим ВНЖ – иная. Начиная с декабря 2022 года, Турция фактически останавливает выдачу туристического вида на жительство. Такие меры были введены государством для того, чтобы сократить количество людей, которые, оформив вид на жительство, фактически им не пользуются и покидают страну. Для государства это выглядит как злоупотребление правом. А также нарушение прав потенциальных инвесторов, которые заинтересованы в покупке, порой дорогостоящей, недвижимости в лучших локациях. Тут еще надо вспомнить, что сейчас более тысячи районов Турции закрыты для получения любого ВНЖ. По той причине, что в них зарегистрировано много иностранцев. И их доля превышает 20%. Хотя фактически многие там и не живут. Но ужесточение иммиграционных правил, трудности с получением, а затем продлением ВНЖ свое дело сделали. За год, к началу 2024-го, только россиян-резидентов в Турции стало меньше на треть. И вот... В настоящий момент получить туристический вид на жительство можно при покупке любой живой недвижимости в открытом районе. Кстати, о самых горячих новостях недвижимости и иммиграции мы рассказываем в нашем телеграм-канале. Обязательно подписывайтесь, у нас интересно и полезно. Арендаторы жилья в УАЭ оказались между молотом и наковальней. С одной стороны, местные владельцы жилья, как, наверное, и владельцы жилья по всему миру, делают все, чтобы получить побольше денег. С другой стороны, спрос на жилье в Эмиратах стабильно растет, а вместе с ним растут и цены. Так что съехать с квартиры, ну или виллы, и переехать куда подешевле – задача, мягко говоря, трудная. В принципе, все понятно. Стоимость жилья выросла примерно на 10% только за первое полугодие. Самые радикальные аналитики вообще фиксируют инфляцию, правда, лишь в самых популярных районах на уровне 40%. Естественно, что и ставки аренды растут, а хозяева жилья пытаются заработать на ажиотаже. Как это происходит? Сломался кран? Чини за свой счет. Протекает труба? Тоже ваша проблема? Ремонтируйте. Чаще к таким манипуляциям прибегают владельцы, у которых арендатор платит по ставкам ниже рынка. В случае отказа оплачивать ремонт – разрыв договора. Да, это не очень легально, но мы сейчас говорим не о законе, а о тенденции. Ситуация накалилась настолько, что об этом стали писать самые крупные издания Эмиратов. Тем более, что освободившуюся недвижимость можно попытаться снова сдать, но уже дороже. Или хотя бы продать. Вообще, по закону арендатора надо заблаговременно, за 12 месяцев, предупредить о необходимости покинуть жилье. И потом снова выставлять его под аренду можно будет только через 2 года, в течение которых собственник может или продать объект, или переехать в него. Но многие владельцы и это ограничение обходят, высылая уведомления арендаторам, которые платят ниже официальной арендной ставки, недавно установленной обновленным регулятором рынка RERA. По словам риэлтора, таких случаев в последнее время становится все больше. И что делать? Важно понимать, что рынок недвижимости Эмиратов – это сфера, которая четко регулируется договорами и контрактами. В случае, если вам предстоит снимать жилье, обязательно читайте контракт. Кто за что платит, какие поломки оплачивает владелец, какие съемщик. И если возникнут попытки выселить по беспределу, обращайтесь к адвокату. Это не весело, но неизбежно. Теперь пара цифр. Не только из прошлого, но и из будущего. Прогноз. Самые темные дни для европейских рынков недвижимости позади. На горизонте маячит период умеренного роста. По крайней мере, в этом уверены аналитики S&P. Основные причины роста – восстановление кредитования, следующие за медленным снижением процентных ставок. Неплохая статистика с европейских рынков труда и отложенный спрос. Где ждать наибольший рост в 2024 году? В Ирландии, Испании и Португалии. Самое заметное снижение ожидается в Италии и Франции. Цены в Германии будут барактаться возле нуля. А вот дальше, по прогнозу S&P, в течение трех лет цены на недвижимость в странах Европы будут расти, но очень медленно. В пределах инфляции – от 1 до 3%. Можно сказать, что Старый Свет вновь становится регионом стабильной умеренности. Хорошо ли это, плохо ли? Или другими словами, понравится этот вопрос инвесторам или нет – не нам решать. А теперь переносимся в Камбоджу. Это одна из стран, которые в последний год-два вдруг стали востребованными у российских покупателей. Конечно, камбоджийской недвижимости по популярности еще далеко до тайской или индонезийской, но интересное лицо. Камбоджа – это в первую очередь инвестиционное направление. Отчасти потому, что конкурировать с мировыми курортами по соседству все же трудно. Отчасти из-за бурно растущей промышленности. А там, где растет промышленность, много экспатов, есть потребность в съемном жилье, есть рынок долгосрочной аренды. Но сегодня в нашей традиционной рубрике мы показываем относительно редкое предложение – объект коммерческой недвижимости, а именно офисный центр в Пномпене. Проект «Строящийся». Заявленный срок окончания работ – 2026 год. Предлагаемая цена – около 3600 долларов за квадрат. Купить можно хоть отдельный офис, хоть целый этаж. Но минимальное помещение, чуть больше 60 квадратов, получается всего вложить нужно чуть более 200 тысяч долларов. Но тут интересно другое – дополнительные условия. В конкретном проекте иностранцы могут купить площади в полную собственность. Продавец предлагает беспроцентную рассрочку до конца 2026 года. И для помещения на некоторых этажах предлагается 8-процентный гарантированный доход на 5 лет и гарантированный выкуп помещения за 110% цены уже через 3 года. Условия по выкупу собственности есть вообще для всех помещений. Но это уже детали. В описании ссылка на предложение в Камбодже на пряне. И в заключение несколько слов про ошибки. Ошибки в инвестировании. Начинающему инвестору необходимо знать, на что обращать внимание, подбирая объект. Опытному инвестору важно то же самое не забывать. Вопросов масса. Какие цифры надо проверять, как это делать, то есть что можно проверить, а что нельзя, как обманывают или, скажем мягче, лукавят продавцы, предлагая новый продукт. Тема увлекательная, а главное широкая и полезная. Ее мы раскроем в следующий четверг, 8 августа на вебинаре, который проведем совместно с экспертами Виндем, Грэнд, Батуми, Гони. В течение одного часа на конкретных примерах рынка отельной недвижимости мы сможем получить знания, применить их, поспорить, если захочется, и сделать свои выводы. Все это в прямом эфире, зарегистрироваться на который можно по ссылке в описании к нашему ролику. Итак, 8 августа, 13.00, прямой эфир. Как правильно инвестировать, тем более если объект предназначен для зарабатывания средств. На этом наш выпуск подходит к концу. Спасибо, что досмотрели до конца. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Увидимся с вами на следующей неделе. Добра и мира в ваш дом.